Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала! Вы на канале Всё для женщин. С вами Ваша Хелена. Сегодня я хочу ещё раз поздравить всех своих подписчиков и гостей канала с наступившим новым 2018 годом. Пожелать вам счастья и здоровья! Вот как раз сегодня мы с вами и поговорим о здоровье. Мне очень много пришло писем на мою почту. Очень много было комментариев по двум моим видео по народной медицине. Первое видео это лечение кашля народными методами, а второе видео это лечение цистита народными методами. И в том и в другом случае были слова благодарности, а также были недовольны этим методом, потому что людям не помогло. По кашля мне на почту такого не писали, а вот именно по циститу, по лечению цистита, мне пришло очень много ещё и негативных отзывов. Я понимаю, что этот метод подходит не всем. И хочу сказать, милые мои женщины, Если у вас идёт хроническое заболевание, воспалительный процесс, то такой метод вам точно не поможет. Это вам надо просто обратиться к врачу и пройти курс лечения. Кстати, лечение будет очень длительное, если у вас запущенная форма. Так что будьте к этому готовы. И не стоит искать народных методов лечения цистита в запущенной форме. Надо лечиться вовремя. Мне помогло. Почему мне помогло? Потому что у меня был небольшой воспалительный процесс, как бывает у многих женщин, немножко подстыло. Вот я и сразу прибегала к этому методу. Этот метод старый, проверенный. И очень многим женщинам он помогает. Так что не надо бросать камни в мой огород, если вам это не помогло. Другим помогает. Ну а сегодня, мои хорошие, хочу всех поблагодарить за ваши отзывы, за ваши письма. Я всё читаю, почту проверяю. Если даже нерегулярно, то через день это точно. Мне на почту приходит очень много сообщений от своих подписчиков. По возможности я всем отвечаю. Или вот как сегодня я решила просто записать, уже отобрала письма, которых скопилось очень много. До Нового года вот ещё люди мне тоже присылали. У меня просто не было возможности и времени с подготовки к Новому году, к этому празднику, не было времени всем ответить. И я решила сделать такое видео, где вам расскажу всё подробно, объясню. Хочу сразу сказать, что в основном меня просили рассказать женщины, о народном лечении, народным методам лечения суставов, а также хондроза. В каких-то я своих видеох уже очень давно рассказывала о том, что я вылечила хондроз. Просто вскользь так рассказывала. В каком-то похудательном видео, я уже не помню, если честно. Но было такое. И кто-то посмотрел, и вот решили меня спросить. И почему-то именно шквал вопросов по хондрозу пришло. Наверное, человек 20 или 30 точно мне написали. И по суставам. Ну, тоже прилично. Приличное количество человек мне задали этот вопрос. Знаю ли я какой-то метод народный по лечению суставов. Я сразу хочу сказать, что я не доктор, я не врач. Я простой человек. Но я именно тот человек, который обращает свое внимание именно на народную медицину. И мне помогает. Я вам сегодня расскажу именно свои методы, которые я использовала на себе, испробовала. И какие у меня были результаты. Ну, а сейчас давайте все по порядочку. Итак, мои хорошие, начнем по порядку. Сперва мы с вами поговорим о хондрозе. Хондроз, кто испытывал это заболевание, не очень-то приятная штука. Да у нас вообще все болезни, это неприятно, очень неприятно. Даже любая простая головная боль может привести к осложнениям. Так что давайте поговорим о хондрозе. Вылечить хондроз можно только при объемном пересмотре вашего образа жизни. Это и питание, это и работа, это ваш отдых. Я, знаете, хочу сказать, что если вы работаете долго в одном сидячем положении в офисе, ваша работа вот именно связана с сидячим положением, и очень долго работаете за компьютером, то вот вас ждет впереди именно остеохондроз. Особенно шейный остеохондроз. Потому что у вас вот одно положение тела на долгие часы. Часов 5-8 вы можете просидеть вот в таком положении за компьютером. Во-первых, это и на зрение также влияет, но и остеохондроз, как говорится, не заставит себя долго ждать. Так что надо пересмотреть, во-первых, ваш образ жизни. Если вы долго работаете за компьютером, то надо хотя бы раз в час делать небольшую гимнастику, даже за рабочим столом, сидя на рабочем месте. Вы можете это сделать. Хочу вам показать упражнения. Значит, круговые движения. Только аккуратненько взад, вперед. Немножко откидывайте голову, немножко, слегка. Также берете и пальцами массируете массирующими движениями. Делайте, значит, такой себе легкий массаж шеи, именно сзади. Очень хорошо помогает. Такой разогревающий легкий массаж. Но если у вас уже хондроз, так говорится, в стадии во второй, в третьей, то это уже, конечно, очень даже плачевно. У меня был хондроз во второй стадии. Хондроз вообще имеет три стадии. Вот у меня был хондроз во второй стадии. Уже в такой протекающей, вялой, но протекающей форме. Третья форма, это уже вообще лучше даже вам и не знать. Что же я делала? Я испробовала массу способов лечения хондроза. Я обращалась в больницу, делали мне и уколы, пила таблетки, всякие там мази выписывали, дорогущие покупала в аптеках. Мне, если честно, помогало, но на время. Как же я вылечилась от этого недуга? А вылечилась я, ребята, простым мёдом, простым мёдом, домашним мёдом, натуральным. Как я это делала? Ну, во-первых, я брала на руки мёд, растирала вот так ладони. Я сейчас одета чисто, не буду вам, конечно, показывать, но я вам так покажу на своей руке. Вот, допустим, у меня шея. Шея. И я прям брала вот так вот и хлопала, прям так обеими ладошками, хлопала. У меня вторая рука не работала толком. Я ей, знаете, как могла там. А, значит, правая рука у меня была в рабочем таком состоянии, потому что у меня на левый сустав у меня я не могла поднять руку. И я прям, вы знаете, вот такими шлепками, шлепками. Сперва было так, знаете, более-менее это, ну, когда мёд впитался в кожу, его стало отрывать просто невыносимо, вот здесь-то я почувствовала адскую просто боль. Но я терпела, я делала, потому что я не могла просто-напросто спать. У меня тогда, помню, муж ушёл на дежурство, я была дома одна с ребёнком. У ребёнка-то силы мало, я, конечно, её не стала просить. Я вот сама, как могла, как могла. И знаете, я, наверное, минут 10-15, я вот делала себе такие вот шипки, вот такой вот массаж себе делала. И когда я подошла в зеркало и посмотрела, что у меня там, я была в шоке. У меня шея была, шея вот чуть ниже, белая вся, вышла соль, понимаете, вышла соль. Я просто очумела от увиденного. Я слышала, что может соль вот так вот, таким вот действием, вот таким методом с мёдом появится соль. Но чтобы вот такое было количество белого этого налёта солевого, я даже попробовала на язык, соль, настоящая соль. Организм, потому что вот до того, видно, был зашлакованный, и вот эта соль, она просто, она просто меня чуть ли не убила, понимаете. Я как глянула, я пошла, значит, умылась, приняла душ и увидела, что у меня область шеи чуть ниже, где я хлопала себя, по горбушке, в общем, по горбушке. Она у меня ж на красное. У меня даже, по-моему, там был синяк небольшой. Но зато я эту ночь, когда я провела эту процедуру, я спала, как владенец. Меня ничего не беспокоило. Я утром встала, туда-сюда головой, шеей туда-сюда. Не болит, понимаете, вот не болит. А то было просто невыносимо вот сидеть постоянно. Эта боль, ноющая сзади шеи, это было просто ужасно. Во-первых, это и головные боли, это влияет также и на зрение, да и вообще на всю нашу нервную систему такое состояние. и я решила через день повторить еще такую процедуру. Соли было, ну, совсем-совсем чуть-чуть. Третья процедура у меня вообще так же сделала в течение 10-15 минут, соли вообще не было. И с тех пор, знаете, я, можно сказать, не мучаюсь. У меня нет шейного хондроза. Если у меня немножко болит, бывает, знаете, там вот тоже, если долго посижу, поработаю за компьютером, то я так же просто беру мед, который у меня, думаю, имеется всегда, мажу руки и начинаю работать. И начинаю шлепки. Ну, где-то минут по 5-10, самое большое. И все. Это, на полгода это железно, мне хватает. И я очень рада, что я вот таким простым способом, таким простым методом, народным методом. Я просто-напросто, можно сказать, избавилась от этого хондроза. Ну, а сейчас я вам расскажу, как я вылечила хондроз плечевого сустава. Во-первых, чтобы вылечить этот хондроз, надо иметь в виду, что для этого вам придется заниматься гимнастикой, лечебной гимнастикой. А также делать такие же простые массажи из меда. Но хлопать надо по плечу и по тому месту, где у вас болит, очень-очень аккуратно, чтобы не было большого синяка. Даже когда мед впитается и будет больно, надо будет потерпеть. Также для гимнастики я использовала небольшие дамские кантельки. я ложилась на пол, брала в руки гантели и разводила руки в стороны. В общем, разводила на всю ширину, прямо до самого пола. Было сперва больно, сперва не могла коснуться руками пола с гантелями. Как я уже сказала, повторю, у меня одна рука работала нормально, правая, а левая у меня болела. И постепенно, постепенно вот этот массаж, значит, также я делала еще ванны с содой теплые лежала в этих ваннах. Добавляла еще туда эфирные масла, такие, как, значит, лимона, продается это масло в аптеке можете купить, прям по несколько капель добавляла. И лежала в такой, знаете, горячеватенькой, не сильно горячей, такой, чуть больше, чем теплая вода, чтобы была, лежала в этой ванне минут по 15. И вот постепенно, постепенно моя рука пришла в норму. и по сегодняшний день, это уже прошло больше, прошло уже больше года, меня хондроз плечевого сустава не беспокоит. Хочу вам сказать, что я вам рассказываю только о тех методах, которые я проверила на себе лично. Если вам поможет, буду только рада. Дай Бог, как говорится, вам всем здоровья. Так что еще раз давайте повторим, что хондроз плечевого сустава я лечила гимнастикой с небольшими кантельками дамскими, делала массаж из меда минут по 10 и принимала теплые ванны с содой и эфирными маслами. Вот этот простой такой способ мне помог избавиться от хондроза. И я уже больше года не знаю, что это такое. Надеюсь, что мои советы вам помогут. Ну а сейчас, друзья, поговорим с вами еще об одной больной теме для многих. Это лечение суставов народными методами. Ну, во-первых, мои хорошие, болезнь суставов это гроза полных людей. В основном полных. Болезнь суставов не возникает сама по себе. к этому плачевному состоянию человек приводит себя сам. Это неправильное питание, малоподвижный образ жизни, сидячая работа. Можно перечислять бесконечно, почему у человека появляется это заболевание. Ну и, конечно же, это возраст. заболевание суставов начинается, как правило, после 40 лет. Наш организм, наши косточки изнашиваются, стираются, как говорит моя мамочка. И нас с вами догоняет, как говорится, постепенно, постепенно догоняет это неприятное заболевание. В основном у нас люди страдают остеоатритом. остеоатрит это заболевание суставов. Именно это заболевание мешает нам с вами полноценно жить. Мы с вами можем просыпаться ночами от боли в суставах. Мы с вами можем мучиться днями от того, что у нас наши суставы, наши косточки ноют и болят. Нам с вами тяжело передвигаться. И все это говорит о том, что если у вас имеется лишний вес, то вам надо срочно его сбрасывать худеть. У меня периодически возникает эта болячка. Вот сейчас я опять как говорится почувствовала оттуда свыше звоночек для себя и решила вновь пересмотреть свой образ жизни, свое питание. Я уже два дня как регулярно делаю зарядку, потому что чувствую, что полнота меня нагоняет, уже нагнала, уже даже перегнала. И чтобы не испытать на себе эту адскую боль ноющих суставов, я решила вновь худеть. Не знаю насколько у меня это получится, но видно это уже просто предел, потому что у меня опять ночами начались эти боли в ногах, в суставах, и мне очень трудно бывает, я уже которую ночь плохо сплю, так что приходится заняться собой полную силу без каких-то либо отговорок. помимо значит того, что я провожу курс лечения народными средствами, народными методами, я также делаю зарядку. Зарядка, похудательный процесс, это самое первое средство, которое вам поможет. Ну и конечно же мази. Мазь на основе меда. Мед он вылечит, мед он поможет. Мед вас исцелит. Кто-то возможно сейчас улыбнется на мои слова, но так оно и есть. Как у нас говорят, клет всему голова, мед у нас каждому больному врач. Так что мои хорошие лечения суставов это очень долгий, нудный и трудный процесс. Но хочу вас сразу заверить, что если вы будете выполнять все рекомендации которые допустим вам припишет ваш врач или же вы возможно прислушаетесь к моим советам, потому что я уже это все проходила, это у меня уже бродиный этап. И я опять сейчас возвращаюсь, как говорится, наступаю на те же грабли. Но мне помогало. И сейчас я опять на верном пути я считаю, потому что я не хочу болеть, я не хочу стареть. и надеюсь, что в этот раз у меня все получится. Для меня больше нет отговорок, потому что вот эта болезнь, когда она подступает, когда начинаются уже первые звоночки, первые симптомы, то знаете, здесь уже не до отговорок. Здесь надо просто действовать быстро и решительно, что в принципе говоря, я и делаю. Сейчас я вам скажу рецепт мази, который вы сможете приготовить дома самостоятельно. Это лавровый лист, мед и подсолнечное масло. Рецепт этой мази будет в описании под видео. Приготовив эту мазь, вы должны ее оставить на 20 дней для настойки, чтобы она у вас настоялась. После чего процедите и натирайте этой мазью больные суставы два раза в день. Результат не заставит себя долго ждать. Ну и конечно же еще соблюдайте диету. Я сейчас не имею ввиду, что знаете там какую-нибудь вам супер-пупер диету. Просто соблюдайте правильное питание. Откажитесь от мучного, сладкого, соленого. Хлеб можно есть ржаной. Можете даже сами хлебушек испечь из ржаной муки, которая продается в его магазине и кушать его. Ну естественно не переедая. В общем диета плюс зарядка физические упражнения. Побольше ходите, откажитесь от автобусов, лучше пройдитесь пешком, прогуляйтесь. И для здоровья хорошо, и похудеете быстрее. А как только похудеете, то масса тела у вас будет меньше, и ваши суставы постепенно придут в норму, восстановятся. Пусть они не будут как у молодого человека, но все-таки и беспокоить они вас тоже не будут. Надеюсь, друзья, что мои методы лечения народными средствами суставов, хондроза, вам помогут. Я желаю всем здоровья, долголетия, самое главное не болейте, берегите себя, любите себя, и тогда у вас все будет хорошо, все будет прекрасно. Надеюсь, что на все вопросы ваши я ответила, если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях, пишите мне на хоть что, задавайте, я постараюсь каждому из вас ответить. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Хотелось бы еще спросить у своих подписчиков, гостей канала, какие темы вас еще интересуют, пишите мне в комментариях. Если это темы по народной медицине, то хочу сказать, что народной медициной я увлекаюсь давно, но для себя и для своей семьи. И если я буду знать ответ на ваш вопрос, то я обязательно запишу такое видео, потому что народная медицина у нас всесторонняя, многообразная и возможно что-то я и не знаю, тогда я просто вам напишу и дам знать, что я допустим то-то, то-то я не знаю. А если я знаю и если я с этим сталкивалась, то обязательно подскажу вам, расскажу, чем могу, тем помогу. Ну на сегодня у меня все. Желаю всем хороших выходных, счастья и здоровья. С вами была ваша Хелем и мой канал «Все для женщин». Приглашаю вас также в гости на мой новый канал «Домашняя кухня СССР». Заходите, буду всем рада. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока, скоро вновь увидимся. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok